Всем панкейк! В этом видео вы узнаете, как современный человек пытается управлять климатическими изменениями, как он покоряет космическое пространство и почему Китай на самом деле не так прост. Мегапроекты – это масштабные инвестиции в науку, технологии и инфраструктуру, которые могут изменить жизнь человечества. А в конце ролика вы узнаете, какой мегапроект Тылона Маска провалился. Приятного просмотра! В конце 2022 года Саудовская Аравия объявила, что планирует создать один из самых необычных проектов на нашей планете. Линия – именно такое название получил город, строящийся на северо-западе страны в административном округе Табук. Основой проекта является мегаздание 170 км в длину, 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. Здесь заявлено использование новой концепции, получившей название «безгравитационный урбанизм», означающий трехмерное расположение объектов города – парков, школ, магазинов, офисов. Один слой за другим. Это должно обеспечить пятиминутную шаговую доступность ко всей инфраструктуре. Кроме того, город должен стать самым умным и экологичным в мире. Здесь будет много зелени, не будет автомобилей и выбросов углекислого газа. Люди будут ходить, в основном пешком, или же перемещаться на электросамокатах. Проект «Линия» является частью стратегии НИОМ, направленной на отказ экономики Саудовской Аравии от нефтяной зависимости. В проекте заявлено создание 380 тысяч рабочих мест и увеличение ВВП страны на 48 миллиардов долларов. Строительство города уже началось в середине января 2021 года, и в данный момент проект не закрыт, однако он с самого начала подвергался критике со стороны различных ученых и урбанистов. Одна из серьезных концептуальных проблем заключается в самопротиворечивости концепции. Идея города-линии, растянутого вдоль центральной магистрали, подразумевает равномерное распределение центров занятости населения. В противном случае поток людей неизбежно будет стремиться всего к нескольким локациям в городе, что вызовет множество проблем. Каким образом в линии собираются равномерно распределить производство, жилье, магазины и офисные пространства, остается непонятным. Предварительная оценка показала, что строительство может занять около 50 лет. Архитекторам и строителям предстоит также решить проблему миграции птиц, поскольку линия закроет часть коридоров для перелетов. Кроме того, город изменит динамику движения грунтовых вод в пустыне. Проблемой стало и привлечение инвестиций в проект. Если Саудовская Аравия сможет разобраться со всем этим, то в скором времени мы увидим сооружение, не похожее ни на что в мире. Выдвинутая в 2007 году Африканским союзом инициатива под названием «Великая зеленая стена» направлена на борьбу с деградацией почв и бедностью в Африке. Основная идея проекта заключается в создании лесной полосы шириной около 15 км и длиной 8000 км, простирающейся от западного до восточного побережья континента. К 2030 году стена должна помочь восстановить 100 миллионов гектаров осушенных земель, поглощать 250 миллионов тонн углерода в год и создать 10 миллионов рабочих мест в сельских районах. Помимо этого, инициатива вносит непосредственный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Это 17 целей, поставленные мировыми лидерами, направленные на то, чтобы покончить с нищетой, содействовать процветанию и благополучию для всех и защитить климат на планете. Африканский проект напрямую влияет на достижение 15 из них. Борьба с бедностью, голодом, болезнями, гендерным и социальным неравенством. Доступное образование, стабильный рост уровня жизни, развитие инфраструктуры при осознанном производстве товаров и их потреблении, и использование возобновляемых источников энергии. Так эта инициатива объединяет африканские страны и международных партнёров. Уникальный своей амбициозностью проект геоинженерии уже привлёк более 8 миллиардов долларов зарубежных инвестиций и реализуется в более чем 20 странах Африки. На сегодняшний день стена закончена приблизительно на 15 процентов, и результаты многолетней работы постепенно становятся заметны. Уже удалось восстановить более 25 миллионов гектаров почвы в странах наиболее подверженных засухе – Сенегале, Эфиопии, Нигерии, Нигерии и Буркино-Фаса. В 2013 году правительство Китая запустило инициативу, направленную на создание морских и сухопутных торговых путей, объединяющих государства с Азией, Европой и Африкой. Мегапроект предусматривает создание новых транспортных коридоров, включающих как железные, автомобильные дороги, так и морские порты и аэропорты. Инициатива получила название «Один пояс, один путь» и не случайно. Это отсылка к фразе из классической китайской литературы, имеющей значение «шелковый путь». Маршруты проекта во многом повторяют древние караванные пути, шедшие из Сианя через Среднюю Азию в Европу, так же как и морской шелковый путь 21 века, идёт по тому пути, который сменил сухопутный Великий шелковый путь в 15-16 веках. Когда развитие мореплавания сделало более выгодным доставку товаров по морю, выдвинутая председателем Си Цзиньпином идея поначалу была воспринята критиками как лозунг или очередная пропагандистская кампания. Однако спустя самое короткое время стало ясно, что проект «Один пояс, один путь» – это серьёзная программа экономической и политической экспансии Китая, способная изменить экономико-политический ландшафт Евразии и баланс сил на мировой арене в целом. И именно эта программа, которую вполне можно охарактеризовать как асимметричный ответ Китая, своему главному партнёру и противнику США, становится стержнем усилий, предпринимаемых нынешним китайским руководством на мировой арене. Кто знает, может этот мегапроект действительно повлияет на привычное устройство мира. Большой андронный коллайдер – это крупнейший ускоритель элементарных частиц в мире, расположенный на границе Франции и Швейцарии. Его построили в 2008 году, закопали на глубине 175 метров под землёй и растянули на 27 километров в длину. Большой андронный коллайдер является самой крупной экспериментальной установкой в мире. Строительство, которое длилось почти 10 лет, принимало участие более 10 тысяч учёных и инженеров из 100 стран мира. Затраты на его создание оцениваются примерно в 500 миллиардов рублей или 4,5 миллиарда евро. В физике элементарных частиц есть важный постулат – стандартная модель. Это теория, описывающая, как взаимодействуют элементарные частицы нашего мира – кварки, бозоны, лептоны, барионы. Учёным интересны эти отношения, потому что в результате них могут появиться новые или очень редкие элементы, которые плохо или вообще не изучены. Это, в свою очередь, позволит узнать больше о мире и его материи. Чтобы открывать новые частицы, нужно проводить эксперименты. В этом учёным и помогают коллайдеры. Установки воспроизводят процессы, которые в действительности происходят в природе, после чего собранные данные фиксируются и передаются на компьютер. У учёных есть возможность детально изучить результаты взаимодействия заряженных частиц. Так уже удалось обнаружить бозон Хиггса. Это такая элементарная частица, обладающая нулевым зарядом и нулевым моментом импульса. Сейчас же идут активные попытки поиска микроскопических чёрных дыр. Эксперименты, проводимые в Большом Андронном коллайдере, уже помогают нам узнать больше о строении нашей Вселенной. Кто знает, может в ближайшее время люди смогут разгадать все загадки космоса. Интерес в данном случае представляет также идея под названием сфера Дайсона. Сфера Дайсона – это гипотетическая конструкция, предложенная физиком Фрименом Дайсоном в 1960-х годах. Она представляет собой огромную сферу, построенную вокруг звезды, которая использует всю энергию, излучаемую звездой, для обеспечения жизни и развития цивилизации. Например, вся энергия, что мы получаем от Солнца, пропорциональна площади сечения Земли и составляет лишь одну миллиардную долю от того, что Солнце на самом деле излучает в пространство. Но если отстроить вокруг звезды сферу-оболочку, то можно будет улавливать всю эту энергию. Сфера Дайсона является объектом интереса для многих ученых и фантастов. Она может быть использована для решения таких проблем человечества, как нехватка энергии и ресурсов. Однако строительство такой конструкции является, во-первых, крайне сложным техническим заданием, а во-вторых, требует огромных инвестиций. И в настоящее время эта инициатива остается лишь объектом научных исследований и идей. Человечество пока не имеет нужных ресурсов для ее воплощения, однако многие ученые действительно убеждены, что сфера Дайсона может быть построена в будущем. Одним из главных инструментов при изучении Вселенной также является телескоп. Существует огромное множество видов этого устройства, помогающего расширить знания человечества в космической области. Воздушные, наземные и радиотелескопы. Square Kilometer Array – это огромный распределенный по поверхности Земли массив радиотелескопов, общая площадь которого должна составить 5 квадратных километров. Стоимость международного мегапроекта – более 200 миллиардов рублей, или 2 миллиардов евро. Благодаря своему размеру радиотелескоп может улавливать больше сигналов и получать гораздо больше информации. Ему не страшны газопылевые облака, для него они прозрачны. Работает он с излучением низкочастотного спектра, который образовался много миллиардов лет назад. Ученые планируют с помощью гигантского радиотелескопа получить информацию о событиях, последовавших после Большого взрыва. SKA будет изучать происхождение и эволюцию галактик, искать признаки сигналов от развитых цивилизаций и новые пульсары, анализировать излучение уже известных и выполнять массу других задач. SKA примерно в 100 раз чувствительнее любого из существующих радиотелескопов и во много раз быстрее по скорости обзора неба. Сейчас этот проект еще не работает, но должен начать функционировать в ближайшем будущем. Большую известность, кроме того, получил проект под названием телескоп Джеймса Уэбба. Он был запущен в космос в начале 2021 года и его основной целью также является изучение Вселенной на больших расстояниях от Земли. Телескоп Джеймса Уэбба может наблюдать за объектами, которые находятся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от нашей планеты. Это помогает ученым лучше понимать происхождение Вселенной и ее эволюции. Но не будем останавливаться подробнее на этом мегапроекте. Про него и так сейчас все наслышаны. Лучше расскажем вам о 30-метровом телескопе, строительство которого началось на Гавайях. 30 метров – это не высота конструкции, а диаметр зеркала, через которое будет происходить наблюдение за космосом. Бюджет международного мегапроекта составит около 200 миллиардов рублей или 2 миллиардов долларов. Его строительство планируется на высоте 4 километров от уровня моря на горе Мау-Накеа, что вызвало некоторые сложности. Изначально знаменитый проект 30-метрового телескопа начал осуществляться еще в 2014 году и сразу же наткнулся на общественно-юридические проблемы. Местные активисты, ссылаясь на верования коренных гавайцев, утверждают, что строительство на Священной горе недопустимо. На несколько лет проект был заблокирован в различных судах, и это несмотря на то, что на горе Мау-Накеа уже работает обсерватория и несколько научных центров. Но в середине июня 2021 года Верховный суд штата окончательно одобрил строительство нового телескопа, и власти Гавайев приступили к очистке территории на вершине горы от временных религиозных построек. Теперь остается дождаться лишь завершения строительства, что позволит наблюдать за новыми открытиями в космической области. В этом году к Юпитеру была запущена европейская миссия под названием JUICE, что расшифровывается как Jupiter IC Moons Explorer и переводится как «Исследователь ледяных лун Юпитера». Ракета с аппаратом JUICE на борту проведет множество исследований. А именно, комплексное изучение Юпитера и его спутников. Но больше всего аппарат JUICE будет использовать Ганимед. Планируется множество пролетов около этого космического объекта и даже выход на его орбиту. Наблюдения с Земли космических аппаратов показывают, что у Ганимеда могут существовать подлинные океаны жидкой воды, поэтому это небесное тело чрезвычайно интересно с точки зрения поиска внеземной жизни. JUICE будет двигаться по достаточно сложной траектории, поэтому достигнет Юпитера лишь летом 2031 года. Во время перелета аппарат должен будет совершить несколько гравитационных маневров – три пролета у Земли в разные годы, пролет у Венеры в августе 2025 и пролет через пояс астероидов. Выбор такой сложной траектории связан с тем, что для работы у Юпитера JUICE потребуется много топлива. Да, в таком варианте аппарат достигнет газового гиганта лишь в 2031 году, зато с минимальными затратами энергии. Миссия JUICE осуществляется Европейским космическим агентством. Ее суммарная стоимость составляет 150 миллиардов рублей или полтора миллиарда евро. А сама она относится к флагманским миссиям класса L, то есть особо важным и рассчитанным на многолетнюю работу. Над аппаратом и его запуском работали специалисты из 23 стран, 18 научных институтов и 83 частных компаний. Нам же остается лишь ждать результатов миссии и надеяться, что она пройдет успешно. Итак, а теперь перейдем к мегапроекту, запланированному Илоном Маском. В 2013 году глава SpaceX и Tesla предложил концепцию вакуумного поезда на магнитной или воздушной подушке, способного развивать скорость до 8000 километров в час. Сам транспорт представляет собой капсулу. В движение ее приводит электромагнитная пушка. Она же ловит и тормозит вагон в конце тоннеля. Вакуумному поезду не нужно при движении преодолевать сопротивление воздуха, а благодаря магнитной или воздушной подушке он избегает трения рельсовых колес. Это позволяет локомотиву двигаться в два раза быстрее самолета. Hyperloop, именно такое название получил проект, успешно прошел испытание. В 2020 году сотрудники компании собрали 500-метровый тоннель и прогнали по нему заряженную людьми капсулу. Испытатели проехались со скоростью 172 километра в час. При верхнем скоростном пороге системы – 1200 километров в час. При этом испытаниями все и ограничилось. Проект так и не был воплощен в жизнь. Что остановило столь амбициозную идею? Согласно официальной версии, проект Hyperloop сильно подточила эпидемия коронавируса. Однако СМИ считают, что Илон Маск ошибся с расчетами в стоимости эксплуатации. При обещанной стоимости проезда в 2000 рублей или 20 баксов, реальный проезд стоил бы около 100 тысяч рублей или 1000 баксов. Так, проект реален, но пользоваться им, конечно же, никто не будет. Журнал Time нашел еще одну причину. Журналисты заявили, что Илон Маск всех обманул. Hyperloop – это отвлекающий маневр, который должен был приостановить возведение обычной высокоскоростной железной дороги в Калифорнии, которую местные власти возводят с 2015 года. Появление удобного общественного транспорта в штате уменьшило бы спрос на электромобили Тесла. В результате миллиардер перехватил инициативу и продал идею Hyperloop как более эффективную замену стандартной железной дороги. Но это все, конечно, лишь догадки и слухи. Испытания доказали, что существование такого поезда реально, а значит, все еще можно надеяться, что когда-нибудь человечество сможет преодолевать значительные расстояния в короткие сроки. Мегапроекты очень важны. Они требуют огромных инвестиций, связанные с гигантскими рисками, но в перспективе несут большую пользу всему человечеству. Они помогают нам лучше понимать Вселенную и нашу планету, а также создавать новые технологии, которые способны улучшить жизнь каждого обитателя Земли. Спасибо за просмотр!